Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Адисан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon в нашем пятом сезоне. И добро пожаловать в двенадцатую серию по счету. Ребята, я уже немного там-там подустроил наш музей, как вы можете уже заметить на карте. Конечно, до конца я его еще не достроил, потому что это хреново туча работы, если честно. Я вот только эту часть строил, ну, несколько часов, прям несколько часов, и действительно, ребят, это очень просто долго я это все строил, придумывал. Поэтому я думаю, это заслуживает лайка, с вашей стороны, потому что этот музей, я не знаю, сколько я сидел и строил. Знаете, зачем я это сюда поставил? А чтобы не забыть, потому что я уже запарился забывать. Я спросил у вас, можно ли мне взять подарок с, ну, с креатива, да, потому что этот подарок, в принципе, вроде нигде нельзя достать. Ну, или можно, но я не знаю. А, вы сказали, да, что можно. Но я так и забыл, и я так и не взял, не знаю, сколько времени пошло, но я так и не взял вот этот подарок. Поэтому сейчас я взял. Так, давайте посмотрим, что с него выпадет, или может нифига не выпадет. Да, у нас есть какое-то яичко, ребята, мы его не можем выкинуть, ну, потому что это яичко, яичко же на землю, да, не выкинешь, а разобьется. И поэтому я, я уже, когда вспомнил, знаете, я вспомнил, точно, я же могу взять подарок. Я зашел, поставил сюда рамку, и чтобы рамка вот тут была, чтобы я не забыл, что я хочу себе взять подарок. И чтобы, если бы я даже забыл, да, то я бы сюда пришел, ага, тут рамка, и тут подарок. Значит, нужно взять подарок, и чтобы я не забыл. И поэтому мы взяли, ну, какое-то там яичко, посмотрим, кто вылупится, наверное, фигня какая-то. Ну, ладно, увидим. Фух, три статуи. В этой серии я объявлю двух новых подписчиков, которые, по моему мнению, принимают активное участие в комментировании каждого видео, ставят лайки и, в принципе, активно принимают участие в обсуждении каждого видео. Поэтому, ребята, статуи, которые стояли уже на дворе, я так спиной стою, чтобы еще заранее вам не показывать что-то. Не, ну, вот это вы уже видели, да, вот, вот. Но я там, как видите, еще Гроудона посадил, там уже окна. Ладно, не буду дальше показывать. Ну, я до конца еще не достроил, там еще, в принципе, достаточно так строить. Но я уже, я уже, знаете, что построил, ребята, я не только передний вход построил, а я уже все внутренностью, внутренностью, внутре построил. То есть, не прям прям все, но зато уже зал есть, знаете, есть уже зал, где будут стоять, можно сказать, покемоны. И поэтому еще мы туда пойдем. В этой серии я выбрал двух новых подписчиков, которые попадут у нас в музей. Поэтому, ребята, сейчас мы туда пойдем. Что я хотел взять? Я вроде не взял чизл, то есть он у меня вроде в сундуке. Давайте я посмотрю. Да, вот он. Так, это сюда еще возьмем. Больше вроде ничего. Так, сейчас. Это сюда. Давайте поставим. У нас нету. У нас нету, нету. А, вот так, отлично. Голдор. Так. Палочки по палочке. Вот они. Это сюда. Это сюда. Это сюда. И кирочку мы себе сделаем. Вот так. Вот так. Вот так. Это вот сюда. У нас есть еда вообще? Какой у нас вообще режим? На харде? Нифига себе. Так. И давайте пойдем. Я покажу вам музей. Я надеюсь, ребята, вам он понравится. Потому что я дохрена сколько строил. Но перед тем, смотрите, я тут сделал еще такую небольшую полянку. Выделил, где у нас центр. И достроил уже наш... Как это сказать? Нашу плантацию апреконов. То есть вот такая рамочка. Тут заходим. Уже это все обведено таким небольшим заборчиком. И вот тут уже, видите, я поставил каменные плиты. То есть уже можно ходить, обходить и все такое. Давайте перед тем, как я пойду, мы соберем апреконы. Потому что они нам нужны. Если честно, очень нужны. Потому что в предыдущей серии мы словили целых шесть новых покемонов. И это, если честно, офигеть, как много. И... Так, тут все посажено, да. И чтобы потом еще... Опа. Ага. Не смотрите туда, ребята. Не смотрите. Еще пока что не нужно. Так. Это уже... Вот, собираем. Так, отлично. И это собираем. Не смотрите, ребята, не смотрите. Не хочу показывать заранее. Так, вот. Ну, сейчас потопали. Я надеюсь, он вам понравится, вот этот музей. Потому что я его действительно очень долго строил. И я надеюсь, что он классный получился. Ну, вот, как вы видите, уже... Уже вход прикольный. То есть, это я долго строил. Давайте, перед тем, как... Как мы зайдем в мой... А, нет. Я не удалил. Но сейчас я удалю. Давайте перейти... Ты что, издеваешься, что ли? Вот, этот удалился. А вот этот? Ребят, он, походу, залагал. Короче, этот... Этот камбускен у нас... Вечно, походу, будет стоять. Или что? Ну, смотрите. Я не могу его... Я не могу его и не... Вот. А когда я его так делаю, то он спамится сзади. Бред. Бред какой-то. Короче, залагал у нас этот покемон. Смотрите. Ладно. Ну, перед тем, как туда заходить, давайте облетим весь наш музей. Как он у нас получился. Я все-таки решил, что будет круто поставить тут двух груудонов. Потому что это намного выглядит эпичнее. То есть, смотрите. Если вот так. Груудо. Вот такой музей. И на входе в музей стоят просто два большущих... Две большущие статуи в форме груудона. И плюс к тому, они золотые. Знаете, как в музеях вот эти золотые статуи такие стоят. И они просто, знаете, тут как раз место такое. Прям сантиметрик в сантиметрик. Оно как будто, знаете, как будто оно было задумано для груудона. Как будто было предназначено для груудона, чтобы тут он стоял. И знаете, такой большущий покемон. Это прям, ну, эпично так выглядит. Знаете, как будто он охраняет этот музей. Это действительно круто. Ну, давайте облетим. То есть, я покажу, как он сбоку получился. Вот такой музейчик. То есть, окна я такие решил сделать. Какие-никакие, чтобы были с узором каким-то. И так же стены. То есть, чтобы стены не были пустые. Знаете, если бы стены были сплошные, то есть пустые только вот с этим... Ой. Вот с этим блоком, то это было бы действительно, ну, очень одинаково как-то. И не было бы прикольно. И вот тут, в принципе, точно такое же. И с той стороны тоже такое. На крыше еще ничего нету. Давайте взлетим. То есть, там... А, не, ну, это... Это крыша. То есть, крыша у нас такая получилась. Вы уже можете там наблюдать. Не смотрите, не смотрите, ребята. Вы еще не можете смотреть. Смотрите. Не-не-не-не-не-не. Не нужно вам еще видеть. Ну, там, в принципе, такого ничего нету. Но все же, смотри, какая крыша получилась. То есть, я решил стеклянную сделать, чтобы дневной свет проникался на наши статуи музея. И ночью под свет... Нет. Под луной, свет луны, статуи оживлялись. Оживали, знаете. Но вот тут у нас такой вход. То есть, я решил, что тут... Смотрите. Тут у нас будет спуск на нижний этаж. Тут еще нифига нету. Но все же, тут будет еще один этаж музея. А почему? Потому что на первом музее... На первом этаже музея вряд ли поместятся все покемоны. И это действительно мало там места. Поэтому я еще потом сделаю, наверное, еще один этаж. Нижний. То есть, не хочу двухэтажный музей. Лучше подвал большой сделать. И там еще будут покемоны. Тут такая сеночка. Тоже с этого камня. И также с листвы, чтобы тоже прикольно... Ну, давайте зайдем. Видите, я тут еще не расчистил. Потому что долго вот это все делал. И надоело уже, если честно. Ну, вот наши статуи. Такие у них будут места. Будут три места для статуи. То есть, слева будет первая. Маткипушка. Первая эволюция главного покемона, который вот тут стоит. Которого мы словили. Тут у нас маткип. Справа у нас будет вторая эволюция. Марштом. И по центру на этой... По юме будет стоять третья эволюция. Главное, это... Свампер. Да. Вот. Первый человек. Потом у нас тут Пичу. Пикачу. Это нужно поменять. Да, это нужно поменять. Как Данил Кири... Так. Пикачу. Пикачу. Ай. Вот так. Нет. Нужно этого побольше сделать. А тут... Рай... Щу. Как там Данил Кири... Вот так, да? Вот. Вторая. Вторая подиум. И тут Антон... Но тут еще, знаете, нужно вот это. Так. Иди сюда. И тут еще нужно. Так. Сейчас мы тоже сюда это поставим. Тут у нас... Торчик должен быть. Ранд. Ну, в принципе, пускай будет вот так. И тут Камбуз Кен, да? Камбуз Кен. Тут какие-то забаганные. А, вот сейчас... А, вот сейчас... А, вот сейчас... Ну что. Пришло время еще двух... Двух человек, которые попадут в наш музей. Которых... Которых я заметил, что они активно комментируют каждое видео и ставят лайки под каждым видео. За что вам отдельное спасибо. Но не забывайте, перед тем, как я поставлю ваши статуи... Еще никто не знает, чьи статуи это будут, да? Но все же. Перед тем, как я поставлю ваши статуи, не забывайте. Если вы попадаете в музей, то это не значит, что вам больше не нужно комментировать. Потому что множество людей могут подумать. А, я попал в музей, и все, мне больше нужно комментировать, потому что уже в музее, да? Но нет. Если вы перестанете комментировать после того, как вы попали в музей, то я извиняюсь, но я вас выгоню с музея, потому что... Меня почему-то выкинуло. Выкинуло? Ну да ладно, о чем я говорил? О том, что если вы попали в музей, то не прекращайте комментировать. Потому что, если вы попали в музей, то не думайте, что вот, попал в музей, и все, больше не нужно комментировать, потому что уже в музее. Но нет. Если вы перестанете комментировать, то вы также выйдете из музея, как и попали, потому что вы перестали комментировать. То есть, комментировали? Отлично, я вас заметил, добавил вас в музей, потому что вы активные. Но если вы активны и попали в музей, то дальше продолжайте комментировать, ставить лайк и принимать активное участие в обсуждении видео. Это во-первых. А во-вторых, что я хотел бы вам сказать. Я заметил, что некоторые люди просто напишут один... Вы знаете, есть такие люди, которые... Был недавно случай, ребята, не знаю, поймёте ли вы меня или нет, но я просто хочу с этим поделиться, потому что это или смешно, или это просто... Это или просто бред. Короче, были пару случаев. Я пока расскажу, то есть я не буду ничего делать и пока расскажу. Были пару случаев, знаете. Человек написал один комментарий. То есть, хотел тоже попасть в музей. Написал один комментарий. Ладно, написал. Написал второй комментарий. Написал третий комментарий. Так же, как все люди, то есть пишут, которые хотят попасть в музей. И может тот человек даже у меня лежал уже в блокноте, потому что я заметил, что он активно комментирует. Может, он у меня уже даже лежал в блокноте, я хотел бы его добавить в следующие статуи покемонов, да? Но, я выбрал другого человека, который первый, второй и третий займёт место статуи, ну, имя его достанется статуе покемона. И тот человек, который написал, и тот человек, который писал комментарии, очень хотел попасть, но, может, он мне, говорю, может, он у меня уже был записан в блокноте, но он пока что ещё не попал, потому что у нас и много покемонов не было. И он, короче, написал под одним видео. Короче, я комментирую, комментирую, как остальные, но я вижу, что ты не хочешь меня добавлять в музей покемонов, и поэтому я сейчас прекращаю комментировать, потому что я не вижу смысла дальше комментировать, так как я никогда не попаду в музей покемонов. Из-за этого я буду тебе ставить дизлайки на видео, потому что ты меня не выбрал в музей покемонов. Я, если честно, не знал, или мне расстраиваться, или мне смеяться над этим, вот этим мнением этого человека, потому что это просто глупо и нереально смешно. Ребята, повторяюсь. Я слежу за каждым из вас. Каждый из вас, кто активно комментирует, записан у меня в блокноте. И я записываю каждого человека, кто активно комментирует. Если вы не попали до этого в состав наших статуи, и ваше имя не носит ни одна статуя, если вы не попадете сейчас в статуи, если вы не попадете в следующие статуи, то на этом не нужно расстраиваться, не нужно говорить, что вот я никогда не попаду в статуи, в музей покемонов, потому что меня не замечают или не выбирают. Ребята, на каждого есть своя очередь. То есть, если я заметил одного человека, который активно комментирует, записал, то есть он уже стоит в очереди на первом месте, он следующий попадет. Если я заметил 2, 3, 4, 5, 10, 20 человека, если я заметил 20, 25 человека, который активно комментирует, я его записываю в блокнот. Но он попадет в музей тогда, когда приступит его очередь. То есть, когда тут будут 25 статуи, то он будет 25-м. То есть его покемон и его имя на статуе будет 25-м. Поэтому у каждого есть очередь, ребята. Много хотят попасть в музей, но я же за одну серию не ставлю 200 покемонов, да, чтобы все попали за одну серию. За сколько-то там серий, за 10 серий у нас только 3 покемона. И только 3 человек попало. Поэтому, ребята, не огорчайтесь и продолжайте дальше комментировать. И чем больше вы комментируете, чем больше вы ставите лайки, чем больше вы поддерживаете меня, то тем больше шансов, что вы попадете сюда в музей. И давайте приступим. Сейчас человек, который сюда попадет, это Фанпи. И вот он. Сейчас мне нужно посмотреть, какой у него эмп. А почему ты тут оказался? Чувак, иди сюда, пожалуйста. Вот, например, Фанпи, да? Вот он. Потом, когда будет следующая эволюция Фанпи, я тебя перемещу сюда, потому что следующей эволюции Фанпи у нас еще нет. И как он там называется? У него имя... Ярик... Ярик Жот. То есть, по идее, Жот как-то вот так должно быть, да? Жот. Но у него написано Ярик Жот. Я не знаю. Как правильно написать и как ты хочешь? Напиши в следующей серии, как ты хочешь, чтобы я назвал этого покемона, может, твоим настоящим именем. Потому что если покемон будет носить имя Ярик, то есть Ярик, это понятно, твое имя. Но если он будет носить имя Ярик Жот, то это как-то глупо звучит и, в принципе, не очень классно для статуи Мизея. То есть, если вы попадаете сюда, то сразу пишите, какое вы хотите имя, чтобы носил ваш покемон. То есть, не ваш псевдоним, не ваш какое-то выдуманное имя, а лучше вот так, как тут. Данил и фамилия. То есть, имя, фамилия. Это было бы намного круче. И следующий. Следующий. Следующий наш человек, который попадает сюда. Сейчас я посмотрю его имя. Так. Кого бы запиндолить сюда? В смысле, какого бы покемона? А давайте Старли. Старли. Опа. Вот тут немного тупо это сделано, что у нее крылья вот так, потому что она будет глупо тут смотреться. Старли. Давайте. О, давайте боком, да. Только немного размер уменьшим. Вот так, классно. Тут тогда у нас Старавья. Потом еще одна эволюция будет Стараптор. Старавья. Она тоже так смотрится, поэтому нужно боком ставить. Вот как-то вот так. Старавья. Старавья. Ух. Вот так отлично, только немного уменьшить. Может еще немного уменьшить. Пигми. Ну. Давайте вот так будет, да. Имя. Имя его. Тимофей. Ты уже догадался, да, что это ты? Юров. Тимофей Юров. Я извиняюсь, но я выключу. Вот тут слышно, тут не слышно. Я не хочу дождь. Да, ой. Не вечер. Везерклир. Поздравляю, ты попал в наш музей. И потом, когда будет следующая эволюция, то есть последняя эволюция Стараптор, то я поставлю статуи сюда Стараптора и перенесу твое имя на следующий. Потому что и ты должен понимать, и все должны понимать, что статуя носит... Мы спауним ту статую, которой у нас в данный момент есть эволюция. То есть сейчас у нас только Стараптор. А когда будет Стараптор, то я заспауню тут Стараптора. И сейчас. Давайте тогда уже всех сюда поставим. То есть, чтобы подписчики видели, что у них есть возможность попасть уже в наш музей. Чёртвик. Так. Вот сюда. Чёртвик. И тут уже... Градул. Нет, нет, нет. Это слишком большой он, мне кажется. Энормус, микроскопик. Вот такой как раз отлично смотрится. И вот тут потом будет. То есть, уже кто-то из подписчиков может занять место Градла. Потом. Кто у нас ещё есть? Кого мы там словили? Мы словили... Шайни... Мы словили Абра. А, Абра. Как раз Абра. Так. Вот, отлично. Только на Шайни. Да, на Шайни. Мы словили Шайни. Ну, Шайни Кадабру. Но всё же нужно тоже и первой эволюции сюда поставить. Кадабра. Абдейт. Ну. Тут нужно немного поменьше сделать. Вот так. И Кадабра. Вот так. И потом Малаказам, когда мы эволюционируем. Замечательно. И в том угле будут следующие статуи. То есть, на каждом вот тут у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На одной стене у нас будет 7 статуй. Потом тут будут или легенды спереди, или эти же покемоны. Легенды, может, или ниже будут на нижних этажах. Или вот тут, например, в воздухе будет. О, в воздухе, точно. Это классно будет. То есть, знаете, прям так на стенде. Или... У меня сейчас возникла прям охрененная идея. Ааа. Знаете что? Чтобы больше... Чтобы больше... Как это сказать? Чтобы большее количество покемонов поместить на один уровень. То есть, на один этаж. Может, вот тут... Сейчас, дайте я взлечу. Может, вот тут сделать небольшие балкончики. То есть, такой небольшой твоё же балкончик. Где будут, ну, 3 статуи. Да, например. Вот тут балкончик, 3 статуи. Или 2 статуи, допустим. Да, вот тут. Вот тут. Да, 2 статуи на балкончике. Потом вот тут 2 статуи на балкончике. И потом там две статуи на балкончике, там две статуи на балкончике, там, 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 там. А тут большой балкон с легендами. Это офигенно, то есть меньше места будет занимать, потому что покемонов больше, чем 100. А если у нас на одном этаже будет 4, 5, 6, 7, 14 покемонов и тут легенды, то это будет не знаю, сколько этажей вниз туда нужно будет сделать. Поэтому я, наверное, так и сделаю потом. Так, отлично, ну всё. Всё, эта серия такая, ребята, мы никого не ловим, но всё же я показал, как, как я уже модернизировал наш музей. Это, во-первых, во-вторых, я уже перенёс туда покемонов и уже объяснил, кто, что есть и как можно сюда попасть. Ну, о! То есть нужно было перезайти или что? Поэтому, ребята, если вы ещё до сих пор не попали сюда в музей, то не расстраивайтесь. Рано, ну, потом вы можете попасть, потому что я ещё раз повторюсь. Ой, извиняюсь, тут случайно было слышно. Не расстраивайтесь, потому что на каждого покемона есть твоя очередь, и покемонов у нас тоже немного, знайте, чтобы все сразу попали. Поэтому, можно сказать, дожидайтесь своей очереди, пока... Пока ваш покемон... Пока вы не дойдёте в очереди, можно и так сказать. Так, знаете, что бы я хотел сделать? Перед тем, как заканчивать, потому что я не хочу долгую серию делать, потому что я просто объяснял, да, вот так. Это можно уже пережарить, это можно забрать, это тоже можно... Ай, давайте выкинем, поставим, допустим, кукет, кукет. Вот так. Нужно уже себе сделать склад, ребята, и достроить наш дом, потому что вещей у нас куча, а куда их складывать, я не представляю. Один, два, давайте, три, четыре. Чтобы посадить. Один, два, три, четыре. Сливы же можно вот так делать, да? Сливы тоже так делаются. Да, плам. Давайте тоже поставим её куда-то. Если у нас вот это тут идёт, потом тут ещё один вот этот идёт. Да, вот тут. Значит, сейчас. Один, два, три, четыре, потом идёт пять, шесть, семь, восемь. Да, вот тут. Замечательно. Вот тут мы поставили. И... И вот тут, да? Потом. Сколько я там отступил? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть тут пять. А с этой стороны семь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот тут. Вот такой у нас квадратик получается. Да, вот тут. То есть у нас тут будет сад яблони, да? То есть яблоки будут. А тут у нас будет сад слив. Потом. Потом у нас там были вроде груши, да? Потом вот тут. Тут мы сделаем груши. А тут сделаем ещё что-то. Я просто, знаете, что ещё хочу? Сейчас. Дайте-ка я на секундочку сюда пробегусь. Где-то, 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 где-то. Тут я видел какие-то новые деревья. Только я не представляю, где они. Дайте я посмотрю, секундочку. Секундочку, секундочку. Я не знаю, где они, если честно. Может, тут где-то. Вот они. Давайте-то пяхнемся сюда. Триста-ти-три-три-триста-тридцать-тысячу. Триста-тридцать-семьдесят пять тысячу двести сорок. Да? Да-теш-сто двадцать. Пофиг. То есть мы уже можем на большие высоты пехаться. Лучше пехнуться куда-то на большую высоту, чем застрять в стене и умереть, да? Так, а мне интересно, что это такое? То есть видеть... О, ни-ни-нифига себе тут красиво! Смотрите, ребята, как тут прикольно заспавнилось. Вряд ли мы сюда залетим. У нас быстрее кончатся вот эти... А хотя нет. Но практически кончились. Вот, сейчас кончились. Двадцать четыре. Смотрите, ребята, как тут прикольно заспавнилось. Летающие такие острова. Офигеть! Нужно было тут где-то строиться. Прикольно. Вот то, что я хочу посмотреть, что это за дерево такое прикольное. Вот это реально круто выглядит. Так, что это вообще за деревья? Это нужно дождаться одного, да, чтобы он вырос. О, это что? И это нужно дождаться, чтобы выросло. Потому что я хочу вот такие деревья, вот такие. То есть, я не знаю, пальмы какие-то. Пальмы, наверное, в этом будут, в джунглях. То есть нам в джунглях тоже нужно будет дойти. А вот что это такое, я не представляю. Может, какие-то грейпфруты. Это же мод на еду, на овощи, на фрукты. И потому что, поэтому тут много всего должно быть. А это что такое? Ага, понял. Ну, тоже потом можно, если что, посадить. Вот, наверное, мы тут немного постоим потом, да, и дождемся, пока это все вырастет. Или, еще лучше, точно, мы же можем, мы же можем, я что-то затупил. Так, давайте. Вот оно, что это такое? Давайте выкинем вот это нафиг. Вот это нафиг, вот это нафиг. Что еще можно выкинуть? Вроде все, да? Драгонфрут, нифига себе какой. А нам нужно, знаете, что, наверное? Так, сейчас, ребята, сейчас, ребята, сейчас, ребята. Чтобы сделать вот этот драгонфрут, нам, наверное, нужно саженец этого дерева. То есть, с обычного дерева... С обычного дерева... Хотел сказать дерево, сказал деревма. Деревма, я сказал, офигеть. С обычного дерева мы вряд ли это сделаем. А вот с этого джангл, давайте посмотрим. Да, драгонфрут. Отлично, новый саженец есть. Потом еще нужно будет это собирать, потому что нам нужно 4 саженца на каждый тип вот этого. На каждый тип дерева нам нужно. Так, ну ладно, это потом. Или давайте, в принципе, давайте сейчас, если с этого выпадет. Это такая серия, знаете, путешествовать, то есть, собирать вещи. Сад себе делать, устраивать. То есть, с этого ничего не выпало. А вот что это такое, мне тоже интересно. Это вроде не драгонфрут, это пекан. Я не представляю, если честно, что это такое. Может, какая-то фигня новая. Ну, в смысле, я не знаю, что это, если честно. Ну, да ладно. Кто-то может сейчас в гугл переводчик зайти, перевести, потом написать. Ух, Эдисан, ну как ты не знаешь? Это же ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так все знают, но вряд ли кто-то знает, что такое пекан. Ну, ладно, не буду говорить. Может, сейчас накинуться на меня. Да как, как? Все же знают, что такое пекан. Что-то не выпадает нам саженец. А, он нам нужен. Нам нужно четыре саженца, а не один. Хотя, вроде, в обычного дерева тоже можно вроде такое сделать. Ну, сейчас посмотрим. Давайте, например, вот это. И что там? Пекан, да? Пекан. Ладно, это мы потом посадим, потому что я представлением малейшего не имею, что это такое. Так, ну что, ребята. Давайте на этом мы будем заканчивать. Сливы тут у нас посажены, деревья посажены. Потом я тут еще расчищу место. Тут у нас где-то будет, может, груши. Тут еще что-то. Потом дальше у нас будут идти вот эти уже деревья. Драгонфрут и другие. А потом, может, еще что-то. Но это все нужно заканчивать. То есть, ребят, тут еще много работы. Но, как видите, какой у нас музейчик, да? Вот эти только грудоны на таком расстоянии уже как просто охрененно смотрятся. То есть, видите, такие, знаете, большие чудики стоят, охраняют музей. Но, ребята, давайте уже на этом заканчивать. Я надеюсь, вам... Вы счастливы, вам понравилась серия. И за это я прошу вас поставить лайк, подписаться на мой канал. Не забываем комментировать, чтобы попасть в музей покемонов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи. И всем... Пока.